Всем добрый день, меня зовут Александр, и тема лекции это кибердинамика, двум жидкости, и перспективы их воспользоваться. Что я вообще буду рассказывать? Собственно, сначала хочу рассказать немного про практическое применение микробинала. Что это вообще такое, для чего все это делается, для чего мы исследуемся. Потом немножко поговорить про физику этих явлений, скажу про методы исследования, которыми мы занимаемся экспериментальной наукой. Подробно основываться на инвентариях нашей группы, чем мы занимаемся. И расскажу про текущий проект, что можно у нас поделать, если вы захотите идти, поделать у нас, например, в ООО. Ну, где вообще применяются устройства, каналы, скорее всего, вам уже что-то про это говорили. На других семинарах это у нас, конечно, химия, разные микро-реакции, теплоотвод, то есть теплообменники, компактные, чтобы охлаждать, например, процессор, высоконагруженные тепловые системы. Ну и, собственно, если говорить именно про потоки, то есть биология, различные ферментные реакции, биологические анализы и так далее. Чем же так хороши микроканалы по сравнению с обычными большими трубами, с обычными большими реакторами? Прежде всего, у микроканалов у нас реализуется большое отношение площади поверхности к объему включенному. То есть понятно, что одно пропорциональное к аппарату и с уменьшением характерных размеров отношение пропорционально единичка на характерный размер уменьшается. Это приводит к интенсификации тепло- и массообменных процессов. Кроме того, так как у нас это микроканалы, канальчики с характерным размером сотни, либо даже десятки тонн, это позволяет понизить расход реагентов, позволяет точно контролировать параметры потока, создавать, допустим, капельки четко фиксированного размера. Можно параллелить много разных химических реакций, например, на одной микроканальной пластине. Ну и, собственно, портативность, опять же, связанная с размерами, можно делать какие-то компактные анализаторы и так далее. Для анализа крови и всякие подобные штуки. Ну и, собственно, хочу несколько примеров, которые уже либо в видеопытных образцов, либо еще как-то существуют на сегодняшний день. Вот это, например, сортировка и анализ биологических объектов. Вот у нас есть микроканалчик с таким сообразным ходом. И как раз тут у нас течение дружицы. С этих сторон поднимется масло, а тут, например, водная фаза. И это водная фаза, в которую инкапсулируются биологические объекты. Ну, в данном случае это клеточная культура дрожжей. Потом на этой клеточной культуре можно измениться. Если это капство, в зависимости от результата выжила на вид, то рецентный манклер будет подкрашивать капли, будет изменяться их цвет. Соответственно, дальше эти капли попадают в дальнейшую гиперпиональную сеть. Здесь есть некоторый анализатор, который смотрит на рецентскую. Можно эти капли сортировать. Сортировать и, соответственно, посчитать, сколько капель у нас вышло, сколько они, ну, сколько клеточек. Соответственно, это помогает тестировать разные лекарства, тестировать биологические всякие что-нибудь и так далее. Другой пример – это химические реакции. Если обычно у нас химические реакции для аналитической химии, например, когда, так называемые, бэдж-реакшнс, просто там какой-то магнитной мешалкой перемешивать, ты смотришь, что получилось. У этого метода есть много недостатков. То есть для химиков важно, чтобы, например, было четко задано время реакции. Добавили один компонент, добавили второй компонент. Нужно строго различать, сколько времени прошло между этими процессами. Собственно, микроканала, если у нас течет капель, и с нее можно потом по ходу течения добавлять разные реагенты, все это будет перемешиваться внутри капель за счет возникающих людей, и время реакции между этими компонентами будет строго определено. Это важно для аналитической химии, и, соответственно, такие вещи тоже существуют. Важно интенсифицировать также процессы перемешивания, причем с регуляцией, которые возникают. Это вот тема, которую как раз и следует относительно гидродинамики. Ну и вот такая вот очень современная вещь, то есть буквально передний край науки, то, что сейчас делается, это 3D-печать с использованием микроканальных устройств. То есть идея здесь в том, ну, все, наверное, знаете про 3D-принтеры, что это такое. В обычном 3D-принтере у нас подается сплошная струя чернин, которая что-то там печатает, да, вот оформит. Идея в том, чтобы в эту струю можно было добавить некоторые включения, которые будут создаваться с помощью микроканальных устройств. То есть вот здесь как раз такая схема, что здесь 3D-принтерная часть, которая будет двигать подвышку с организмом, с облом, и есть облом, на которое подается через микроканал, смесь капелек и чернил. Соответственно, что это дает? Во-первых, это 3D-биопринтеры, так называемые. В эти капельки можно также инферсинировать в веточные культуры и затем выкладывать и печатать некоторые, как потопы тканей человеческого организма. Ответочные инфраструктуры могут прорастать. Это все можно использовать для создания образцов костных тканей, разных тканей мышц, то есть сердечные мышцы, которые пытаются сделать. Ну, либо также можно просто печатать некоторые композиты с хорошо заданной користостью. Причем тренарное измельчение, в середине пеших пор, по краям, создавать радиенты плотности таким образом и получать разные прикольные свойства материала, то есть звукоизоляция, ну и так далее. Ну, вот, собственно, примеры того, что печатается. То есть вот, добавили некоторые капельки с магнитом, свойствами, какие-то еще, зависит от температуры. Естественно, вот персональная штука, которая при комплекте, при повышении температуры, она начинает вот так, в скорбусе. Или вот тоже некоторая, как бы, самовосстанавливающаяся материя. Тут добавлены капельки эппассивной смолы в блоке. Ну, и они так структурированы, что если разорвать, потом запустить, эта эппассивная смола начинает перебирывать и склеивать. Ну, да, скорее, просто демонстрация, что это из статистики, которая больше именно про технологию тока. Капельки нужно, что это не конкретно, потому что можно. Ну, некоторые актуаторы, да, которые актуальны. Ну, теперь хочу рассказать немножко про гетодинамику, собственно. То есть, что у нас. Почему вообще микроканальное устройство для всего этого используется? Ну, как бы, основной режим, который, как правило, применяется во всех условиях, приложение как-то либо капельное, либо снарядное. Вот здесь специально типичная геометрия микроканала, ВТ-канат, его ширина 400 микроканалит, в данном случае. Ну, и у него прямоугольное сечение, мы смотрим на него сверху, его глубина здесь. Соответственно, с одного фута подается одна жидкость, другого другая, и при маленьких расходах жидкости, у нас возникает инфектат, подпускательники, или как называют снаряды, дискверстные фазы. Собственно, что нам важно в плане параметров физических перемен? Нам важно, конечно же, то, какая у нас скорость будет внутри этого снаряда, как-то завихренность, возникают различные вихридные структуры. Кроме того, важно контролировать размер этих капель и снарядов, условно. Есть какая-то скорость самого снаряда, он, как правило, движется быстрее, чем скорость потока, потому что здесь есть вектор, тонкой несущей базы. Ну и, собственно, толщина пленки несущей базы и это еще один важный панель. Все это необходимо, как бы, понимать, откуда берется речь, к хорошему управлять этими всеми вещами. Вот результаты из одной недавней статьи, и что оказывается, существует множество механизмов подмирования, даже в Т-канале такого вида. То есть, в одном случае у нас 17 снарядов не зависит от скорости потока, ну или от числа капилляровцев. При уменьшении она существенно вырастает, при уменьшении сложная зависимость, с которой добавляются еще другие параметры. Но при этом, что у нас произойдет, если мы увеличим отсутствие? То вот такой снарядный режим, он может переходить в другие режимы. То есть, поток может турбализироваться при высоких скоростях, он может приходить в параллельный либо кольцевой поток, при этом еще, как правило, у них есть электроэнтрана установления. Режим Т-канальный в самой Т-канале и в конце будут немножко отличаться. Ну, как правило, что делают, чтобы понять все это, как бы структурировать эти данные, строят карты режимов. В данном случае, например, режимы карты у нас две оси, это число бейдера, я не знаю, знакомого уже с ними. Смысл в том, что они, в общем-то, в параллельной скорости потока, здесь скорости дисперсной, несущей параллельной скоростей, у нас могут реализовываться разные режимы, которые на таких картах будут в разных областях. Вот, все это, как бы, собственно, гидродинамическая задача получить вот эти карты режимов, понять, как формируются капельки, понять, какие длинные скорости. Ну, собственно, вот эти карты режимов, если, по идее, построить какую-то универсальную карту, вообще в идеале, как бы, нацеленность на эту, получить некоторую границу перехода между режимами, которая не будет зависеть от геометрии устройства, ляскости и шуткости по определенным координатам. Соответственно, можно будет пересчитать для произвольного устройства и получить, ну, подсказывать режим лечения. Да, вот такой, куда-то. Ну, то есть это некоторый экспериментальный подход к описанию как устойчивости режима лечения. Ну, в данном случае, тут как бы не в сайтахарта, по идее, если человек возьмет точно такой же канал с точно такими же шуткостями, то он может не в цикле. Посмотрит параметр скорости. Так, хочу работать в этом режиме. Ну, и, соответственно, задастся сразу в нужный режим. Ну, немного нового мнения. Всегда это делать лайк без одних уравнений. Кто-нибудь знает, что это за уравнение? Что? Вас же уже ведет гидродинамика? Ну, это уравнение на лечо-скорсик, одно из основных, то есть баланс импульса, который там также работает, конечно же, и микрофаналов, потому что у нас еще, все еще по сравнению с молекулярными масштабами, смеры достаточно большие. В данном случае, это уравнение на распределение скорости, оно у нас не существует, как в каждой из классов. Если я безразмерить, то у нас возникают некоторые конкретные числа. Число хода, число ренольца. Про число ренольца все уже слышали? Вот. Соответственно, чем, как бы, отличается наш случай от однопазной гидродинамики, которую мы сейчас, собственно, учим? Он отличается тем, что у нас есть межпазные поверхности, в которых реализуются определенные граничные условия, написанные тут. То есть некривимость, нормальный, специальный компонент скорости, тензора ренольца 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 и движений. И если я безразмерить эти условия, то возникает еще один важный компонент, такой же, ну, то есть безразмерный периподобие, как число ренольца, это число капиллярности. Оно показывает отношение ренольца к силам ренольца к силам межпазного взаимодействия. У него будет сильный то есть коэффициент с поверхностного движения. В общем, это раздавлено, где-то 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 или где-то а вот с левой. В основном как раздражение права из интегральных парней, то есть непрерывность, нормальная специальная скорость, то понятно, что у нас межпазная граница не должна оборваться. То есть если есть нормальная скорость с одной стороны, она должна с нормальной скоростью с другой стороны. То есть если мы находимся в системе отчета межпазной поверхности, то нормальная компонент вообще не ну, если поверхность не деформирует тензор, связка движений тоже. нормальная нормальная ну да, тут важная оговорка, что это конечно без поверхностных средств, когда у нас поверхность считается грубо говоря не деформируемой и соответственно нету никаких поверхностных градиентов нету межпазного натяжения на поверхности как нами это отсутствие поверхностных вещества. Ну, собственно, число градианностей, которое я сказал и соответственно также число градианностей появляется еще ряд безразмерных параметров, которые всем нужно учитывать, то ли влияет на сложность задачи. Ну и вот характерная длина называется капиллярная постоянная, то есть это сравнение сильных с силами тяжести, грубо говоря, оружия. То есть, собственно, эта длина она определяет, будет ли у нас система микроканальной или нет. Если у нас характерный размер системы где-то 0,1 от этого или почему либо меньше, либо вообще много меньше, то это будет микроканальная система, потому что мы можем предоставить эффекты, связанные с силой тяжести или, как правило, возникают некоторые другие физические процессы не такие большие. Ну, в чем смысл этого слайда? Просто понять основные уровнения и сказать, что у нас везде обходит распределение скорости, которое похорошено, нам нужно знать. Собственно, для этого используются разные экспериментальные методики, которые сейчас скажу. Одна из них это метод диаметики, патик, коронечный велосиметр. Ну, не знаю, возможно, вам что-то рассказывали про него. В общем, его смысл в том, что в поток добавляются некоторые частицы в тайсерах. Если это маг, это или гешой у нас создается в лазерный нож, который разрезает поток и создает некоторое сечение. В этом сечении мы регистрируем смещение частиц, через небольшое количество встроено корреляцию между кадрами и можно корреляцией получить наиболее вероятное освещение частиц и получить какие-то средние скорости вкладки. Этот метод бесконтактный, может использовать диапазонных скоростей, но его минус для нас это не высокое пространственное разрешение. Поэтому у нас есть некоторая модификация этого минус в так называемый микро-канал. В этом случае мы освещаем поток уже не лазерным ножом, а освещаем весь исследуемый объем микроканала. И плоскость измерения поделяется глубиной резкости объектива, то есть объявляется правильный объектив. Ну, собственно, вот эта схема нашей установки, то есть мы освещаем полиционные частицы на одной линии волны они переслучают на другой и инфицируем их также через коронные пункты. Мы используем также некоторые альтернативы в алгоритике AD, которые считают корреляцией терматики трекер инфекции, то есть он уже не считает коррекционным функцией, он находит отдельные частицы и сопоставляет каждые пари частиц вверх. Ну, и вот тут пример, что такой нерегулярный метод, потом можно интерполировать и получить решение сравнимое либо даже лучше, чем в ПАИ, сейчас чаще, чем в МИБОСе. Другой метод, который мы тоже используем, который используется действительно в потоках в микроканалах, это лазерное инфицирование сенсора. Этот метод основан на том, что в поток добавляется некоторый проситель, то есть интенсивность излучения, которая зависит от концентрации, причем в некотором диапазоне концентрации это зависимость линейной. Соответственно, мы можем сделать коллекровку, получить эту линейную зависимость, затем вот тут показан пример, когда у нас с одной стороны добавляется жидкость с этим просителем, а с другой стороны без просителя. Также Т-канал. Тут вот они как-то перемешиваются, соответственно, что можно получить? Эффективность перемешивания, перестировая перезвученный свет, а также посмотреть некоторые излучения. возникают. Вот. Ну, вот мы наконец-то подошли, к тому человек занимается нашей губой. Собственно, эти экспериментальные методы, это все про нас, и кроме того, у нас есть просто визуализация потока, причем того, что у нас разница подцательного давления, можно поставить скоростную гамеру, и мы будем видеть все эти капли визуализации. Это наша экспериментальная основная, которую мы сейчас с разными объективами, у нас есть слой насос, есть контрольное давление, светодосная камера, есть расходомер, который позволяет очень точный интерьер слот, каналы, мы вообще обычно заказываем у кого-то их производство, сейчас какие результаты мы уже получили в пустоморке, здесь пример одних из первых результатов по теме течения дружинкости, это разные режимы течения в случае керосина и воды, то есть с одной стороны у нас вода, с другой стороны керосин, видно 6 разных режимов течения, есть коннекторы нестационарные, когда у нас происходит сегментация потока, то есть возникают отдельные капельки снаряда и межвазная граница рвется, и стационарные режимы, то есть тоже на перемене совершенно по прелингу режимы, щековый отчет по стенам, и вот такой новый режим на больших статах, это межвазная и сильнее интересную форму, при этом она остается стационарной до конца канала достаточно быстрее собственно, чтобы охарактеризовать эти режимы течения, также используются различные режимы течения, кстати говоря, вот тут еще интересная вещь, да, ну, я тут не привел скетч, как бы, как он в трехмерном виде выглядит, по самом деле, то есть это не какая-то, не ядро в центре, для того, это , . Субтитры делал DimaTorzok 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 подробно показывать что тут у нас как бы снаряд ничет в эту сторону и за счет циркуляции тоже некоторое наше обобщение которые получили чтобы сайт переход к этому режиму ну то есть он оказывается что он зависит от отношения расходов и от числа капиллярности тут надо еще поисследовать вопрос в следующем этапе мы можем некоторых диапазонах тоже подсказывать ну вообще есть план попробовать делать эмульсию с этих капель ну а в некоторых ситуациях мы хотим чтобы они не возникали у нас есть идея как раз по 3d принтинг чтобы делать композит материал а 3d принтинг и получается там почти всегда очень вязкая несущая база ну вот сами чернила естественно из того что она вязка нас всегда реализуется случай малых отношений вязкости почти всегда возникают какие-то определенный размер получать они так что не надо еще думать как с ним бороться понятно откуда он хочет ага то есть если есть гости то капель всегда в горе то есть откуда он берется это застыгит, откуда он берется именно в микроканалах понятно пока что не до конца то есть так называемый тип стриминг то есть такую штуку получают определенным образом создавая специально очень большие сдвиги межфазных поверхностей маленьких масштабов вот в микроканалах когда именно за счет несущей это пока не до конца собственно есть работа похожей квадратных каналах там четыре то есть тут у нас два вот круглых я вообще не знаю что возникает в круглых мы там делали, ну не сложно, а другая ситуация ну теоретически их можно сортировать, отсортировать за счет инерции какой-нибудь спирали ну собственно вот тут в дальнейшем ваше изучение снарядного движения это вот измеренный метод бампери, точнее нитр, который я вам рассказал здесь показаны линии тока снаряда при разных отношениях то есть вот как раз видно, что при лямбе отношения вязкости у вас несколько контура в снаряде все вращается и когда у вас начинает уменьшаться когда присущая вязкость, присущая вязкость, она начинает индицировать дополнительные а несловные сечения тероидального движения, тероидальный лифт начинает сначала смещаться вперед соответственно снаряд деформируется в том, то теперь он вообще практически не скатается а структура сечения становится нервной это у нас сечение, а поток и видно, что есть источник, источник, и соответственно некоторые компоненты направлены в плоскость доски ну, смеяли цирка считает циркуляцию, которая отделяется по сути в принципе вмешивая, тоже получили для нее некоторую зависимость а вот более подробно тоже структуру сечения, каких-то телеобразных снарядов то есть там с снаряд мужиковостью деформирован у него есть некоторая передняя часть, в которой у нас реализуется параболический профиль ну, это практически структура, да, в течение положения а в задней части оказывается профиль вообще в другую сторону а в некоторое переходное состояние, когда спереди еще не сформировался параболический профиль и вот на малых скоростях тут оказывается, что пазы настолько сильные, что они начинают вот тут вот за счет вот этих высоких элементов инфицировать дополнительные ритмы и вот тут вот у нас на стенке скорость направлена все равно в ту сторону но потом она сразу начинает менять направление вперед за счет того, что у нас несущая паза ее туда закручивает и получается как-нибудь такой интересный вопрос все это, ну, важно, чтобы понимать этот динамик это синий а, ну, синий да, синий тут вообще нулевая схожа к самому делу течет вперед ну, назад течет вот здесь я думаю, это смысл в том, что примерно а, почему кусочек? ну, да, здесь некоторое разрешение все равно у меня там она вот прям так вот ну или она вот она нет нет, 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 нет это такая форма то есть я же показывал там, да, это я, может, плохо то есть, да ты видишь, у нас контрель-образная форма то есть, чтобы было интересно посмотреть как поток поток просто надо, как можно сказать вот что мы смотрели сегментивные каналы вот там тоже постреливаются режимы течения происходит аналогичная ситуация против отрывков но уже сейчас не будем потрогать останавливаться вот с помощью то есть там можно смотреть то, что смотреть эффективность перемешивания вот например такой результат то есть два циркуляции которые потом начинают с потоком перемешиваться очень интенсивно они распадаются происходит переориентация потока очень закрученных участок канал ну и что чем мы занимаемся сейчас сейчас у нас есть несколько проектов активное управление метод активного потока то есть мы накладываем внешние пенсации и смотрим что происходит мы смотрим на устойчивость параллельного режима когда он может развалиться и на структуру потока вот под действием пенсации измеренную скорость получаются всякие интересные ситуации на этапе изучения пока проектов тоже нечего сказать создание устройств это проект у нас только на старте под него тоже смотрим течение которые могут использоваться как строим карты режимов чай да вот собственно как раз в случае черни мы планируем также заняться моделированием какого-нибудь как раз результаты моделирования видно что у нас высокие градиенты возникают на верхней нижней стене ну еще проектов изучение маслообмена смысл в том что окажется в этот адамин краситель может издрагироваться из одной базы другую и соответственно мы можем измерять концентрацию которая перешла к экстракции с масла в воду тут тоже подробно не буду останавливаться вот некоторые которые будут получены с раскрепления концентрации в данной висущей базе ну наша научная группа вообще лаборатория большая наша научная группа поменьше наш руководитель Артур Валерьевич директор Анна Александровна Ягодницына кандидат наук и преподаватель ну собственно я и еще у нас есть собственно который занимается космос обменом мои контакты можете написать какие-то вопросы или если захотите прийти к нам полную в ту посыл м все в в и в в в в в в Нет, вот эта карта у нас таки в том, что она в достаточно широких перспозонах полезна, то есть, конечно, у нее тоже есть свои ограничения, во-первых, она, ну, действует только для мини-канала, понятно, если мы считаем, что канал достаточно мал по сравнению с капиллярным постоянным. Во-вторых, она, ну, точно работает для потока жидкой жидкости. То есть, тут есть число витра, число внизу. Что у них ходит? У них ходит у нас плотность жидкости, характерный размер, скорость, межпазное натяжение, то есть, вязкость. Если будет меняться вязкость, межпазное натяжение, плотность и именно гидравлический диаметр канала, при том, что сечение будет оставаться более-менее прямоугольным, то эта карта будет работать. Если же начнутся, мы поменяем, например, отношение глубины к ширине канала, вот тогда она уже может начать отклоняться. То есть, она, конечно, не до конца универсальная, но она очень широкий диапазон. здесь всегда какие-то предельные случаи, мы можем загнать до очень высоких скоростей, где она перестанет. Или взять супер широкий канал, но при этом неглубокий, да? Там будет гидравлический диаметр такой же, как у нас, но тоже будет совсем другая ситуация. да, мы создаем расходы жидкостей, но в данном случае вот все эти карты получены, потому что своим насосом создавали, свой насос с шагом двигателя, который очень может создавать расходы с точностью и таймером. Да, пойдемте с вами. Спасибо. Спасибо.